Так называемые генеральные дебаты в Бундестаге прошли в весьма накаленной обстановке. Места для зрителей были заполнены до отказа. Публика пришла посмотреть на выяснение отношений между правительством и оппозицией. И лишь повязка Олафа Шольца, которая накануне стала поводом для сотен пиратских мемов, канцлер недавно травмировался во время тренировки, разряжала обстановку. Генеральные дебаты превратились в итоге в поединок главы ХДС Фридриха Мерца и канцлера Шольца. Традиционно первое слово предоставили лидеру оппозиции Мерцу. И хотя главная тема дебатов – это бюджет правительства на 2024 год, почти сразу речь зашла о России и развязанной ей войне. «Федеральный бюджет на 2024 год не соответствует вызовам новой эры. Мы сходимся в оценках, противоречащие международному праву войны России против Украины. Но у меня огромные сомнения, совпадаем ли мы в оценках масштабов этой войны и её далеко идущих последствий». По мнению Мерца, бюджет не соответствует вызовам времени на фоне этой и будущих возможных войн. Он раскритиковал правительство за недостаточное финансирование Бундесфера, из-за которого уже через три года может образоваться дыра в оборонном бюджете в 30 миллиардов евро. В свою очередь, коллеги Мерца по ХДС заявили на дебатах о необходимости жёстких мер в отношении нелегальной миграции. По их словам, нужны быстрые депортации тех, кому не положено убежище, и введение пограничного контроля с соседними странами, через которые бегут беженцы, в том числе с Польшей и Австрией. Олаф Шольц, защищая планы по бюджету, заверил, что Бундесфер получит достаточно средств на фоне войны, и обвинил ХДС и лично Мерца в использовании политического чучела для запугивания граждан. Дорогие коллеги, дорогой господин Мерц, я хочу недвусмысленно сказать, что чучела в Германии не работают. И главное чучело, которое вы тут построили, касается принятого нами особого бюджета Бундесфера. Это вы из-за ваших чисто риторических заявлений не соответствуете серьезности положения на фоне новой эры и нападения России на Украину. После ответа на критику Шольц выступил с новым комплексом мер, который он назвал «Пактом Германии». Его главный пункт – это развитие цифровизации. Так, к 2024 году большинство госуслуг в Германии должны быть переведены в онлайн-формат. Ожидаются и масштабные инвестиции в инфраструктуру. Стоит отметить, что сам принимаемый бюджет на 30 миллиардов евро меньше нынешнего. Также он предполагает на 30 миллиардов меньше заимствований, чем сейчас. Германия входит в режим экономии.